МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваши научные активности оценивают по публикациям, по научным статьям, которые цитируются в международных научных системах цитирования. Это Web of Science, Scopus и все другие. И вот Россия очень сильно отстает по количеству научных статей. Всего в год примерно выпускается 800 тысяч научных статей. Из них Соединенные Штаты более 200 тысяч, Китай 80 тысяч, затем идут Великобритания, Германия, это порядка 46-47 тысяч, а Россия издает только 14 тысяч научных статей в год. И Владимир Владимирович поставил такую задачу, что к 2020 году Россия должна выпускать в два раза больше статей. Это порядка 30 тысяч. И поэтому Федеральное агентство научных организаций, она основным показателем работы научных институтов, научных организаций определила, но это не только ФОНО, это и есть международная система оценки, международная наукометрия, и главный показатель – это публикационная активность, то есть количество статей, которые публикуются в рейтинговых международных журналах. И вот именно по этому показателю, он называется «Общий импакт-фактор публикации научных сотрудников», мы заняли одно из лидирующих положений в Российской Федерации. Всего в ФОНО, в ведении ФОНО находится 656 институтов. Мы одни из лучших, вот по этому показателю. Поздравляю вас. Какие именно статьи ваших сотрудников были опубликованы в таких известных журналах, как Nature, Science? Есть журналы, они имеют свой рейтинг, он выражается в импакт-факторах. Чем выше импакт-фактор, тем выше рейтинг журнала. Вот наибольший рейтинг имеют журналы Nature, это порядка 40, он меняется каждый год импакт-фактор. Science – это 33, ну и идет побывающий. Самый большой импакт-фактор отечественных журналов – 5. Мы издаем, вот, например, мы издаем якутский медицинский журнал, 1,1 импакт-фактор. И вот таких журналов, как Nature, масса опубликованы за последние годы 5 статей, Science – 1 статья. В основном это статьи по этногеномике. Вот, то есть мы попали в международный проект по изучению этногенетики народов Евразии. Ну, понятно, мы изучаем народы Якутии. Существует мнение, что у якутов выявлено несколько генетических мутаций из-за близкородственного кровосмешения. Так ли это? Поясните, пожалуйста, эту ситуацию. Ну, якутов есть наследственные болезни, да, но ни одна вот наследственная болезнь не образовалась из-за вот кровосмешения. Наоборот, у якутов один из самых низких коэффициентов имбридинга или кровосмешения в мире. Ну, за этим очень строго следили. Раньше обязательно жениха, ну, зятя и невестку старались брать как можно дальше, чтобы не было вот этого кровосмешения. За этим очень строго следили. Все знали вот, ну, там, будущего зятя, его родственников, там, его вот предков, там, до седьмого поколена. Там и старались, вот как раз предупреждали наследственные болезни. Ну, есть такая вот сахоязычные жители поймут, такая пословица «Учугага, урурагадя». Но сейчас смысл немножко не так понимают. Сейчас понимают так, чтобы родственника далеко находились, чтобы они часто в гости не приходили. На самом деле смысл этой поговорки такой, что выбирали родственников своих вот будущего зятя, да, или невестку как можно издалека, чтобы не было вот этих кровоснащений, чтобы не было вот ухудшения здоровья своих вот детей, своих вот потомков. К сожалению, вот эти смысл последние вот десятилетия, он поменялся, да, и вот этот уже принцип, он не так строго соблюдается. Ну, вот эти болезни, которые есть у нас, они попали в очень давнее время, ну, где-то эти болезни, которые распространены у нас в промежуток от 800 до 400 лет назад они попали в якутский этнос. Ну, где это происходило, я не могу сказать, ну, возможно, при Байкалье, возможно, где-то раньше в других регионах. Ну, это предки якутов жили при Байкалье, там происходили очень бурные процессы, то есть одни племена объединялись в одни народы, там войны шли. То есть вот эти этносы как бы менялись, и названия менялись там, и менялись по составу вот эти. То есть мы можем быть сейчас спокойны в том, что именно кровосмешение у нас не выявлено? Нет, ну, нет болезней, вызванных кровосмешением. Но само кровосмешение, оно очень вредное, появляется, дети могут быть нежеспособны и больные. Скажите, ну, вот Вы как ученый, как считаете, какие виды угроз могут угрожать здоровью людей в современном мире, вот в том числе на генетическом уровне? Ну, давайте немножко от генетика отойдем, да, вот здесь мы работаем. Наиболее сильная угроза человечества на сегодняшний день – это психическое перенапряжение, депрессия. Скоро, ну, буквально и сейчас, вот, самые большие потери в России, да и в мире от сердечно-сосудистой патологии. То есть люди погибают от инфарктов, от инсультов. Что это такое? Это психосоматика. То есть люди заболевают гипертонической болезнью, да, ишемической болезнью сердца, когда они испытывают стресс, когда они волнуются, когда они вот с чем-то не справляются. Это болезнь, ну, болезнь нервов. Это психосоматика. И Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в ближайшее время самым распространенным заболеванием будут психические болезни. Ну, собственно, депрессия. Ну, почему это происходит? Ну, мы знаем, как наша жизнь, вот, темпы усилились, как много информации, как много негативной информации. Очень в связи с глобализацией усилилась конкуренция. То есть когда люди буквально за кусок хлеба борются там. То есть это, вот это приводит к такому напряжению, к психическому напряжению. А психическое напряжение потом все равно приводит к соматической патологии. Скажите, на ваш взгляд, а как можно избежать все-таки? Ну, вот, во-первых, говорят сейчас, вот ВСД, вегетососудистая дистония, да? Ну, и вот, иди, успокойся, сходи к психологу, и все будет хорошо. Есть ли, на ваш взгляд, все-таки средства от вот таких вот, от этой психосоматики как раз? Да. Ну, от чего человек испытывает напряжение? Самое главное – содержать семью, прокормить свою семью. Вот люди испытывают самое большое напряжение из-за недостатка средств существования, из-за отсутствия стабильных доходов. Вот люди, человечество давно нашло рецепт от вот этих всех депрессивных состояний. На самом деле, он очень простой. Это работа и достойная зарплата. То есть люди станут гораздо спокойнее? Да. Если будут люди обеспечены, если они будут уверены в завтрашнем дне, если они будут иметь стабильные доходы, то понятно, что эти процессы все нивелируются. Еще такой вопрос. Существует такой термин, как синдром арктического напряжения. Насколько, ну, то есть особенно для людей, живущих в районах Крайнего Севера, в холоде, насколько он сказывается на здоровье человека? Это крайне актуально для жителей Севера. Мы живем практически на полюсе Земли. Ну, вот мы же смотрим плоскую карту. Если посмотреть глобус, мы живем практически на верхушке Земли. Что такое полюс? Это не только холод, да? Через полюсу проходит магнитная ось Земли. Это очень огромная сила. Эта сила не дает вот Земле смещаться. И вот это дело в том, что вот эти магнитные поля, геомагнитные поля, они не постоянно, они постоянно колеблются. И вот это колебание наиболее сильно на полюсах на Южном и на Северном полюсе. И вот эти колебания, они сильно влияют не только на механизмы, да, но очень сильно влияют на живые системы. То есть люди, которые живут на полюсе, вот при поляре, там, как сейчас называют, или в арктической зоне, они испытывают вот это очень большое влияние. И вот это влияние, значит, это геомагнитное излучение. Это рассогласованность светового дня, когда у нас зимой продолжительный, значит, тёмный этот период дня, а летом, наоборот, преобладает световой. Это очень сильно влияет на организм, на его работоспособность. Также у нас очень длительная холодная зима. Вот это очень сильно влияет на людей. И понятно, что люди, вот это состояние называется в науке синдром полярного напряжения. Особенно оно актуально для тех людей, которые приезжают из других, из южных регионов. Ну, у нас республика... То есть мы больше, более выносливые, да, так скажем? Украинские жители адаптированы, да, но это очень актуально для тех людей, которые приезжают работать к нам. И вот с развитием, вот с освоением Сибири, Дальнего Востока, в 50-х, 60-х годах приехало сюда жить сотни тысяч миллионов людей. Эти люди приехали, и они испытывали вот это напряжение. И специально было создано Сибирское отделение Российской Академии Медицинских Наук, где мы работали до последнего времени. Вот это было изучить вот влияние вот этого напряжения на здоровье людей. И как уменьшить его отрицательное воздействие. Вот это цель работы нашего учреждения. Михаил Иннокентьевич, Ваш центр тесно сотрудничает с практической медициной. Скажите, насколько эффективно это сотрудничество? Ведь действительно, Вы сейчас, сегодня говорите о таких серьезных вещах. Вот как нам избавиться от того или иной проблемы? Ну, мы не то, чтобы тесно сотрудничать. Мы часть одного целого. Практически мы работаем как одна система. Невозможно представить нас без практического здравоохранения. Мы базируемся в учреждениях здравоохранения республики. Соответственно, у нас выполняют исследования многих сотрудников больниц. Ну, вот массовка тесно мы располагаемся в Национальном центре медицины. Есть база наша и в других больницах. Мы работаем по самым актуальным вопросам регионального здравоохранения, здравоохранения Якутии. И работаем по пяти крупным направлениям. Это генетические исследования. Это изучение атеросклероза метаболического синдрома. И изучение таких актуальных вопросов, как здоровье детей и подростков. И изучение онкологии, онкопатологии. Спасибо большое, Михаил Анакендиевич. Напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях был руководитель Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Михаил Томский. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok